Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире шестой выпуск реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» достигла своего экватора. Ведь по правилам реалити-шоу командам за 12 недель необходимо создать свой бизнес с нуля. Достигнув жаркого экватора, чувствуется, как начинают кипеть настоящие страсти. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, фабулу прошлых выпусков реалити-шоу «Фабрики предпринимательства». Итак, из 859 участников реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» осталось 135 человек, которые образовали 27 команд. Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось только 10 команд по 5 человек в каждой. Именно 10 команд вступили в борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Команда обрели своих наставников, а наставники – своей команды. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рестконсул» продолжила борьбу за главный приз. Сможет ли «Рестконсул» нести корректив в тройку лидеров команд – покажет время. Ну а мы покажем, что было на прошлой неделе. На прошлой неделе, пожалуй, одним из главных событий в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» был уход одного из наставников. Из-за споров между наставниками и экспертами Артем Захаров покинул зал. Было под вопросом дальнейшее участие на «Фабрике предпринимательства» Артема Захарова, как в качестве наставника команды «Шарк» и как члена жюри. Позицию Артема Захарова поддержали некоторые наставники. Ну, Артем молодец, у него есть свое восприятие, свой взгляд. Он его отставил до последнего и правильно сделал. Совершенно неожиданно было это для всех. Теперь можно однозначно сказать, что между наставниками, так же, как и между командами, началась борьба за главный приз в 1 миллион рублей. Итак, продолжит ли Артем Захаров свою работу на «Фабрике предпринимательства»? Вопрос риторический. Ну а сегодня команды покажут и расскажут, как они справились с домашним заданием, а наставники и эксперты выставят справедливые оценки, кто на что наработал. Пока операторы и режиссеры из студенческого телевидения КФУ «Универс. Смотри» настраивает свои камеры, я расскажу... Так, так, секунду. Мелькнул знакомый силуэт. Ну, конечно. Это Артем Захаров. Значит, он вернулся. Аллилуйя! Сменив строгий костюм на креативный прикид, повлияет ли, кстати, его появление на оценки и будет ли Артем Захаров так строг? Посмотрим. Мой уход – это ни в коем случае не... Я не хочу показать неуважение к организаторам мероприятий, не хочу показать неуважение к другим наставникам. Я просто хочу показать, что, ну вот эта неправильность этого действия, вот хочу обратить внимание, может быть, таким немного эпатажным поступком на этот прецедент, и чтобы в будущем мы были внимательны к своим же решениям и к своим же правилам. Наставники все глубже и глубже вникают в дела своих команд и предлагают интересные подходы к зарабатыванию денег. Опытные наставники – это опора молодых начинающих бизнесменов в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Артем Кагданин – соучредитель и директор компании «Лидел». Айдар Исмогилов – основатель сети «Автомоек Мой-Дадыры», совладелец станции шиномонтажа «Пятое колесо». Артем Захаров – основатель компании «Франчайзинг-5» и президент мастер-группы сообщества «Бизнес-молодость» в Казани. Марат Бугудинов – совладелец сети «Вок энд Гоу». Сергей Шубин – совладелец компании «Автолига». Альбина Ибрагимова – владелец компании «Айстур». Андрей Курамшин – совладелец веб-студии «Рефакт» и правового центра «Гудэксперт». Рафаэль Займуддинов – руководитель представительства агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе и совладелец Камского завода «Металлокровля». Лариса Парфенова – заместитель руководителя Центра реализации программ поддержки развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Артур Николаев – заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Айдар Булатов – доктор экономических наук, председатель совета директоров группы компаний «Булатов Групп». Сегодня в выпуске команды представят отчет проделанного домашнего задания. Напомню, что было в качестве домашнего задания. 1. Создать и выложить лендинг-пейдж 2. Создать контекстную рекламу Яндекс.Директе и положить на счет 1000 рублей 3. Получить 10 заявок через контекстную рекламу в Яндекс.Директе 4. Прислать на почту ссылку на размещенный в интернете лендинг-пейдж Как команды справились с заданием, увидим прямо сейчас. Ну что ж, поехали! По традиции мы покажем, пожалуй, самые интересные презентации, и не очень, которые достойны вашего внимания. Команда 5Energy. Мы делаем деньги! Здравствуйте! Сегодня я одна представляю свою команду, так как наша команда выступает на Open Space Market, продает наши сэндвичи. Мы вчера занимались продажами на ФИС-фестивале. Поток людей был очень большой, и заинтересованных было много. Они спрашивали, что за сэндвич, что в него входит, что входит в состав, но когда мы назвали цену, многие считали ее слишком завышенной и отказывались от нашего сэндвича. Но в итоге все-таки продали мы очень много и окупились полностью. То есть, ну, наши вложения многократно окупили. У нас был очень успешный день вчера. Более подробно о задании можно рассказать? Что-то мы задание пропустили. Задание же было что-то лендинг сделать, настроить трафик, как я помню, 10 заявок получить. Ну, мы вот исправили наш лендинг. Яндекс.Директ мы решили не делать, так как, ну, нет смысла для наших, потому что, ну, заказов таких как категорик у нас нет. И основные продажи, и реклама у нас идет непосредственно через поток покупателей. Может быть, сразу удалим Артем и нормальный режим уже пойдем работать? Такая у нас будет традиция. Нет, я-то не против, но давайте надо договорить, что команды могут не исполнять домашние задания, никто не будет исполнять, мы просто будем их слушать там. Ну, просто я как-то, я в растерянности. Дело в том, что команда Sandwich Lab работает в сегменте с очень низким средним чеком. На этом рынке не идут продажи через лендинг пейдж, им не нужна директ реклама, им не нужно еще очень много каналов рекламы, поскольку они занимаются уличной торговлей. Я думаю, я бы серьезно, как это, увеличил шансы на победу своей команды, если бы вас выгнали, но это было бы против бизнеса, против предпринимательского духа. И, наверное, здесь стоит сделать исключения, но я надеюсь, что жюри меня поддержит, что если будут команды, которые и не делают результат к деньгам, и не делают домашние задания, то с ними можно прощаться без какого-то там зазрения совести. Я думаю, меня вот остальные наставники поддержат. Команда. ШОК! Ну, приблизительно стоимость, посчитали все это вместе, 101 тысяча рублей. И расход это на звонки и на хостинг и домен. Ну, планируемая выручка чистыми это 90 тысяч рублей. Ну, на самом деле у нас начинается, наверное, что-то похожее уже на работу, что-то похожее на предпринимательство. Там уже идут, первый раз нас выкидывают из офисов, первый раз там нас посылают на три буквы по телефону. Это все здорово. Это как раз тот неоценимый опыт, наверное, в этой вот сфере бизнеса, когда надо уметь прорываться через все кордоны к своим целям. Вот, поэтому, ну, уже начинается вот что-то вырисовываться. Конечно, это далеко не те результаты, к которым мы идем, но я думаю, опять-таки, качество той работы, которую мы делаем, то есть спасибо большое, Альбина, что она вот отметила, да, приведет нас к результатам, которые мы для себя планируем. Мы – коллектив начинающих предпринимателей КНП. Время – деньги! Хотелось бы отметить вначале, наступили такие немного тяжелые времена для нас, мы сменили идею, мы поняли, что в баре эти заявки будет очень сложно сделать, то есть как-то по директу взять, собрать 10 заявок каких-то вот на выпивку пива. Поэтому мы решили продавать масла. Начали продавать масла, у нас Сергей Шубин рассказал, как это делать, и сделали лендинг пейдж. У нас порядка 200 просмотров объявлений на различных площадках, но ни звонков, ни заказов выручки, к сожалению, нет. Конкретно были два звонка по объявлениям, заказов был один по объявлениям, один по личным контактам, соответственно, были две продажи. Соответственно, за неделю выручки у нас получилась за мероприятие у нас получилась 500 рублей, по маслам у нас выручка 2,920. Общая прибыль у нас составила 1330 рублей. Я думаю, это отличное выступление, это отличный показатель того, что ребята смогли сделать и домашнее задание, и начать зарабатывать деньги, причем, как я понимаю, на обоих нишах. И я желаю им, чтобы просто они добавляли нули к тем цифрам, которые они нам в конце показали. Я хотел бы, чтобы мы еще раз поаплодировали ребятам, которые в таком возрасте, они понимают, что очень важно заниматься тем, что нравится. Мне очень импонирует, что вы продолжаете двигать свою идею. Единственная просьба учесть, что количество попыток у вас ограничено. И раз уж вот в самом начале, как Артем Захаров сразу взял такую волну соблюдения жестких правил, я бы всему жюри рекомендовал оценить именно вот с точки зрения домашнего задания то, что ребята выполнили лендинг, они показали продажи. И давайте не полоскать их в целом за то, что они идут своим путем. Я, если честно, ждал, что будет команда, которая сделает такой одностраничный сайт, что мы там все встанем и закричим, что это шедевр. Но после большинства команд, после, когда посмотришь на их работу, реально там текла кровь из глаз. И, ну, это было реально убого. То есть ребята плохо понимают суть вот упаковки бизнеса. Они пока не понимают, что чтобы продать качественно свою конфетку, ее надо обернуть в очень-очень яркую обертку. Мы команда 4 плюс 1. Мы железно победим! Запустив лендинг-пейдж, настроив Яндекс.Директы, получили 9 заявок на почту и, соответственно, 7 звонков. Сетя по поиску 31,5, цена клика 5,87 рублей. Вот, сетя по RCA рекламной сети Яндекс 0,67, цена клика 5,46. За две недели было две продажи. То есть это за прошлую неделю заказ на обшивку 80-метрового забора профнастила. Дальше. На этой неделе выполнен заказ на 25-метровый забор, но уже полностью под ключ, там, со столбами и так далее. Молодцы, действительно молодцы. Тот опыт, который вы получили на бурении, понимая, что надо, важно набирать компетенции, вы сейчас этим занимаетесь. Вообще, это очень важный момент наличия компетенции. Мы когда говорили о том, чтобы выбирать ту нишу, чем заниматься, то нужно выбирать на основе тех компетенций, которые у вас есть. Вы делаете все верно, вы привлекаете профессионалов и через собственный труд вы осваиваете данную профессию, я бы сказал. Рест-консул, расширяя границы. Было проделано холодных звонков 125, из них высланы 22 коммерческих предложения. Было 9 встреч, из которых практически каждая встреча выводит нас на презентацию. Мы занимаемся обучением персонала на предмет сервиса, на предмет продаж. Повышаем уровень сервиса в Казани, да, в ресторанном деле. Яндекс.Директ, совсем немного показов, чуть-чуть побольше сегодня, запустили его только вчера. Мы поняли то, что мы можем спокойно делать холодные звонки, выходить на встречи, обходить менеджеров, управляющих. Это для нас не проблема абсолютно. Чтобы продавать консалтинг дорого, надо самим выглядеть дорого, ребят. Это вот что это такое? Это вы бокалами что ли торгуете, стеклом? Ну вообще непонятно, чем вы занимаетесь. Это как-то там мыло душистое, полотенце пушистое. То есть никакой смысловой нагрузки это не несет. У ребят, значит, есть несколько сегментов, вот Сальдар Нафисович, я бы хотела вообще с наставниками обсудить. То есть у них есть сегмент с маленьким чеком, это тайный покупатель, да. У них есть сегмент с большим чеком, это консультирование всего ресторанного как бы состава, да. То есть крупный чек, там 150-200 тысяч чек мы обсуждали с ними. У них нет продукта тоже как такового. Мы его начали сейчас упаковывать, начали только вчера, но в принципе уже как бы движемся хорошо. Вот, поэтому упаковкой мы обязательно займемся, лендинг мы обязательно поменяем и презентацию мы тоже сделали. Друзья, мне, во-первых, очень приятно то, что команда, во-первых, поднялась к нам из дивизиона чуть ниже. Вот, я думаю, что пожелать хотел бы вам успехов. И вдвойне приятно то, что вы выбрали для себя сферу так опосредованного общественного питания для работы. Ребята, действительно есть опыт, это очень важно для того, чтобы заниматься в какой-то нише бизнесом, да. Скажу, что этим они, это у них есть, но предпринимательцам они заниматься не хотят. Сказать, что реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» достиг своего наивысшего накала, значит не сказать ничего. Обратите внимание на двух человек, которые жадно впитывают и записывают все то, что говорят команды. Это члены команды «Восходящая пятерка», которые заочно ведут борьбу за главный приз реалити-шоу 1 миллион рублей. Команда «Абитцентр» – невозможное! Возможно! За две недели получилось так, что по брусчатке нас не выстрелило никак. То есть клиенту один звонок всего был, и за это мы немного перешли чуть-чуть в другую нишу, так скажем, в блоке. На той неделе, получается, я полностью официально стал ИП, индивидуальным предпринимателем, получил документы. Сам лейдинг, который у нас получился, то есть 5 причин доказать у нас именно, почему мы лучше в этом деле, почему наши блоки лучше. То есть лейдинг запущен, он работает. Здесь мы работали с рекламой оффлайн, расклеивали по четырем поселкам в Казани. Вот эта реклама еще работает у нас очень даже. По ним звонят по керамзитобетонным блокам, по окнам чуть меньше здесь, по окнам больше сарафана радио работает. Ребят, я хочу вам сказать, что в современном мире, особенно в малом бизнесе, я бы сравнил так, сделал такую метафору, что пытаться заработать денег, это все равно, не используя хорошо инструменты маркетинга, рекламы, это все равно, что пытаться взять денег со стола рукой без пальцев. И сколько ты инструментов умеешь пользоваться, вот столько пальцев у тебя в руке есть. Вот у кого-то там два пальца, потому что он два инструмента освоил, он тут немножко берет, а у кого-то десять пальцев, он загребает, потому что он умеет огромное количество инструментов использовать на себя работать. Вот реально, когда вы показали ваши лендинги, у меня кровь из глаз пошла. Потому что это реально убого, это очень слабо, нет никакой мысли, убогий дизайн, то есть просто вот плохо, ужасно. Я вам, естественно, кол хотел влепить. Когда вы показали объявление, вот я реально как-то там обрадовался, потому что вот за объявление прям реально молодцы. Только у меня совет вам повесить в десять раз больше таких объявлений, если вот вы, ну вот, палец у вас, мизинец, вот вы себе отковыряли. Пока мы тридцать повесили. Вот, ну вот повесите триста. Ну есть же какие-то элементарные правила, я не дизайнер. Но есть какая-то вот элементарные правила сочетаемости, там нельзя какой-то цвет использовать на каком-то. Вам все какие правила можно было, вы нарушили. Вот второй момент, мне очень импонирует, что вы вышли на улицы, что вы начали клеить объявления. Что мне нравится у команды, то что экспериментируют со многими нишами, да, то есть они где-то все рядом, но вот эксперименты со многими нишами. Чем не согласен, поддерживаю своих коллег, то что очень сложно экспериментировать, не имея профессиональной навыки в экспериментах. Команда А всегда первые. Так выглядит наш лендинг, он одностраничный во всех отношениях, то есть он практически даже не пролистывается вниз, он выглядит вот так. То есть мы его сделали, так скажем, подали интригу. Вот, как ни странно, этот лендинг дал неплохой результат, но хотя рано об этом говорить. Мы получили всего две заявки. Из двух заявок мы заключили одну продажу, сегодня у нас доставка сертификата первого. А вторая заявка, ну, там еще не все решено. Мы заключили договор о ряде с помещением на два месяца вперед, оплатили его, соответственно, все, у нас назад пути нет. Мы строим квест, место определено, это улица Маяковского, пересечение с Бутлерово. Сертификаты мы раздали, но мы их пока вот сделали, решили сделать такую предпродажную. Ну, то есть по предпродаже мы их сейчас 10 сертификатов реализуем по 2000 рублей. Два пока сбронированные, сейчас осталось 8, потом цену, ну, мы подумаем над этим, какую цену поставить. Я хочу сказать, что это вообще классный пример, не знаю, что будет дальше, но самый классный пример вашей идеи, когда вы свою идею рассказали, а вам за нее дали деньги. Вообще есть два слова в мире, которые открывают любые двери. Кто знает? Какие? Совершенно верно. То есть push and pull – это два слова, которые пишутся на всех дверях во всем мире. Даже у нас во многих магазинах именно на английском языке пишутся эти слова. На рынке есть два подхода. Традиционный, когда ты давишь и создаешь продукт, и потом ты его пытаешься продать кому-то. А другой момент, когда ты открываешь двери по желаниям своих клиентов. Вот эта ситуация, она именно такая. То есть когда люди готовы, эта тема новая, они хотят чего-то интересного и готовы платить за мечту. То есть по большому счету человек сейчас… Это то же самое, что Марат с командой пришел бы и сказал, слушай, вот через неделю будет бутерброд. 150 рублей сегодня даешь, бутерброд будет через неделю у тебя. Целая индустрия существует именно вот на этом правиле. И построен очень серьезный бизнес, это платформа Kickstarter, на которой люди выкладывают свою идею и говорят, ребят, мы сами ее реализовать не можем, но вы можете заплатить нам. Если мы соберем определенную сумму, то вы этот продукт получите. Поэтому вот это уникальный пример этого проекта «Фабрики предпринимательства», который показывает, что можно деньги собирать на основе идеи. И какие идеи должны быть для того, чтобы они были коммерчески реализованы. Те сегодня лендинг-пейджи, которые мы увидели, они на уровне, не знаю, третиклассника. Сейчас масса разных агрегаторов, которых можно использовать и за вечер, и за вечер склепать сайт, который будет выглядеть в разы лучше, то, что мы сегодня увидели. Лучшей командой на сегодня стала команда «Коллектив начинающих предпринимателей», за что получила переходящий кубок от «Фабрики предпринимательства» и плюс 20 тысяч рублей к итоговой выручке за время проекта. Команда «Коллектив начинающих предпринимателей», которая заняла сегодня первое место, на самом деле молодцы, они долго шли к этому кубку. Самую низкую оценку на этой неделе жюри поставила команде «Рестконсул». Из итоговой выручки команды будет вычтено 10 тысяч рублей. Пока «Рестконсул» получил первый минус, но я думаю, что это пока. Что нужно сделать для того, чтобы на следующей неделе показать хороший результат, показать хорошую презентацию? Ну, в первую очередь, это мы сделаем упаковку грамотную и, конечно, прислушаемся к мнениям наставников и сделаем то, что они нам говорят. То есть какие-то дополнительные подниши, так сказать, в нашей сфере. Все вот это мы сделаем и протащим, так сказать, наших клиентов нынешних. А таблица на сегодня выглядит именно так. Те лидеры, которые изначально у нас хорошо себя показали, почему-то начинают сваливаться. На место них выходят ребята, которые все время были темными лошадками и сейчас показывают очень здравые результаты. Скажу вам, дорогие друзья, сегодня креативный прикид положительно повлиял на Артема Захарова. Когда вы показали объявление, вот я реально как-то там обрадовался, потому что за объявление прям реально молодцы. Только у меня совет вам повесить в 10 раз больше таких объявлений, если вот вы, вот тот палец у вас, мизинец, вот вы себе отковыряли. Ну что, я могу сказать, что, как это, не зря я вас ругал, шансов выгнать вас у меня все меньше и меньше. Вот, это безусловно радует, молодцы. Но я сразу скажу, что эта команда, она на самом деле почему-то должна меня максимально подкупать, потому что, во-первых, я с большим уважением отношусь к вашему наставнику. Во-вторых, вот, Володю я знаю больше, наверное, лет 15, Алим у нас, компания франчайзинг 5, один из основных, из один из лучших футболистов, вот, нашей корпоративной команде. Поэтому, как-то, лично к вам по-человечески я отношусь с большой симпатией. Но, к сожалению, если у Амби-центра у меня после просмотра лендинга просто кровь из глаз пошла, то здесь, наверное, глаз вытечь должен был. Достигнув экватора реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», команды уже достаточно узнали друг о друге и оценили возможности в бизнесе. Какой бизнес, по мнению команд, самый выгодный? И кто может победить на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства»? Давайте узнаем мнение команд. Итак, мы представляем вашему вниманию новую рубрику «Кто получит 1 миллион рублей?» Прогнозы дело неблагодарное, но мы все-таки попробуем. Первый прогноз мы услышим от выбывшей команды «Ход конем». Команда «Шарк», хоть мы и не успели сегодня посмотреть ее презентацию, но на предыдущих занятиях она достаточно хорошо себя показала. Они достаточно компетентны в своем деле. Желаем вам удачи! Ну, а вот мне, честно говоря, кажется, что это команда начинающих предпринимателей, которая уже вовсю там делает дела. Кстати, у других команд мнения разделились. Например, мне больше всех нравится бизнес, который делают ребята, которые бурят и ставят заборы. Мне кажется, очень потенциал большой у ландшафтников, на самом деле, потому что сейчас это пользуются спросом. Уже с компетенциями разобраться, будет все хорошо у них. Я бы отметил, конечно же, команду «Шарк». Я их отмечал еще на отборочном этапе по социальному видео. Домашнее задание на следующую неделю. Открыть расчетный счет. Сделать книгу расходов и доходов по упрощенной системе налогообложения. Продемонстрировать свидетельство о регистрации юридического лица. Все только начинается. Вот с такой утверждающей позиции и идут в будущее наставники и команды фабрика предпринимательства. И это радует. Так держать. Министерство экономики Республики Татарстан совместно с фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Продолжение следует...